Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Бонжур, мои дамы! С вами Казахстанская Медиа Академия и я, Мируэт Муканова. Известный психолог и мотиватор Брайан Трейси как-то сказал, что в успехе есть два фактора настойчивость и воля к победе. И действительно, успех критерий у каждого свой. Для кого-то выучить иностранный язык – это уже успех, а для кого-то заработать миллион – это уже успех. А что же такое успех в кинематографе? Что значит успех для творческих людей? И сегодня мы попытаемся об этом узнать. Мы сегодня находимся на съемочной площадке фильма «Балуан Шулах». Съемочный процесс фильма «Балуан Шулах» мы застали в 250 километрах от Алматы вблизи поселка Геген в Раимбекском районе. Команда активно работала над одной из ключевых сцен в фильме – «Ярмарка». Согласно историкам, именно на этой ярмарке «Балуан Шулах» стал прославленным борцом. Территория съемок оборудована уникальными декорациями, воспроизводящих ярмарку конца XIX века. Помимо актеров, исполняющих главные роли, в сцене задействована массовка из более чем 300 человек. Костюмы, шитые для каждого актера, и вся атрибутика – амбары, юрты, кони – полностью погружает в ту эпоху, когда жил известный борец, словно воспользовался машиной времени. В свою очередь «Балуан Шулах» является ярким представителем успешного человека. Как известно, на ярмарке он привлек всеобщее внимание своей силой и смелостью. Более того, его стихи, его песни, его пение всегда привлекала молодежь. Он ее собирал вместе, они вместе веселились вот на таких просторах. Балуана Шулака можно по праву считать примером успеха своего времени. Известно, что Балуан Шулак, тогда еще маленький Нурмагомбет, родился в 1864 году в семье ремесленника Баймурзе из рода Самбет. В детстве маленький Нурмагомбет повредил руку и потерял пальцы, и с тех пор его прозвали Шулаком, то есть Беспалы. Балуан Шулак прославился своей недюжиной силой. Согласно легендам, он мог поднимать тяжести весом 816 килограммов и ударом головы пробивать стену деревянного дома. Мог он и поднимать бревно с 20 сидящими на нем джигитами, словно перышко. Также Беспалый Силач мог выполнять удивительные трюки поражавших всех вокруг. Кружиться в седле, стоять на лошади, опускаться на брюхо коня и все это на полном ходу. Но Балуан Шулак известен не только своими уникальными физическими способностями. Борец был также талантливым певцом и композитором. В молодости Балуан Шулак собирал вокруг себя молодежь и разъезжал по улам с песнями и кюями. Многие его произведения дошли до наших дней, такие как Косалха, Алия, Талдыкюль, Сарын и многие другие. Такую, казалось бы, противоречивую двойственность натуры Балуана Шулака и стремится показать режиссер картины Норгельдеса Адегулов. По словам режиссера, показать героя с двух абсолютно разных сторон физическая сила и чувственность является одной из сложных задач в съемках. Показать две грани, то есть одна жесткая сила, получается, такая спортивная, и вторая грань, это вот тонкая, творческая, получается, его поэтизм. Это очень тяжело показать в одном человеке. Если это был бы просто борец про борца, я бы делал бы просто чисто экшн-фильм. Такой смарт-триблинг для молодежи, чтобы была, скажем так, идея физической культуры, идея правильного образа жизни, здорового образа жизни. То есть вот это, если бы он был просто поэт, только если бы был поэт бы он, наверное, я бы сделал бы про поэта, да, это был бы лирический фильм какой-нибудь. Но когда в одном человеке не только поэтизм и спорт, плюс к этому еще есть любовь к земле, к народу, к родине, да, патриотизм его, это очень сложно, это очень сложно это все передать. Я думаю, что для нашей молодежи это очень нужно сейчас. Определенно надо направление дать для молодежи, чтобы понимали, ценили, уважали эту землю, этот народ, чтобы они знали, откуда все это идет, какие жертвы были для этого сделаны. Вот основная идея наша, создать такой вот патриотический фильм. Очевидно, что успех картины зависит в первую очередь от актеров, которые способны передать замысел режиссера. А найти такого актера, как всегда, нелегкая задача. И для режиссера Садыгулова эта цель также не стала исключением. Но безусловно, яcm не была наSinceкра Но и Кормасс. Я не считаю, что giờ мы работали очень в больничном к Богу. Это дес plug решения, который и думал уже. В некоторых abdominalах будут. Я думаю, чтоちゃ, что еще нужно делать такие вещи. Я знаю, что нельзя это делать, что уровня飛 Doctor Внушка не делays это continuous. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...